и александр мы с вами в прямом эфире ждем когда к нам присоединяться подписчики первые и зрители раз и мы начнем здравствуйте как говорят наиболее популярные ведущие наиболее популярных федеральных каналов здравствуйте здравствуйте будьте не сочтите за труд проверить правильно ли я разговариваю интонирую да пожалуйста да оставьте нам пожалуйста плюсики в комментариях если хорошо слышно александра я буду стараться говорить максимально понятно достаточно громко да друзья очень ждем ваши реакции спасибо за то что вы с нами мы я уже вижу нас почти 30 присоединилась быстренько вот мы ждем когда в общем-то кворум наберется вы нам поставите плюсики все-таки скажете что нас слышно вот а я пока жду ваших плюсиков расскажу как у нас сегодня строится эфир он посвящен новинки пихтовите поэтому в начале собственно говоря александр расскажет немножечко о том что это за продукт потом мы перейдем к ответам на те вопросы которые нам успели прислать под постом до эфира вот вижу плюсики отлично и в конце обязательно ответим на все вопросы которые вы пришлете в течение эфира вы можете их присылать либо в комментариях либо во вкладке со знаком вопрос если она у вас есть и видно на телефоне вот мы начинаем коллеги рад как никогда давно целую неделю рад нашему сегодняшнему общению потому что она будет она ведь для меня интересно невероятно потому что содержит массу маленьких открытий которые произошли когда я впервые заняться этим соком пихты что было лет так 12 назад давайте сразу обозначим то что есть у нас пихтовита это водный экстракт клеточного сока зеленых иголок пихты сибирской у нас есть разводится он в количестве 20 капель или 1 миллилитр на 200 миллилитров воды то есть условно говоря на стакан воды и принимается можно один можно два раза в день до еды это мы с вами сейчас обозначили просто параметры продукта как такового теперь давайте немножечко о нем найдете ли вы аналоги безусловно найдете ли вы по нему информацию безусловно что я вас призываю немедленно сделать немедленно постараться стереть ластиком с собственного мира скажем так мирового порядка то что вы найдете в сети сейчас объясню почему пихтовита это средоточие интереснейшей информации интереснейшего медицинского предназначения интереснейшего источника и у него есть даже не у самого продукта а у самого самого концепта есть интереснейшая история сама по себе друзья мои ну полно и полно пихты полным полно за уралом полно полно с этой стороны урал ну и что собственно с этим делать великолепно украшает разные полисадники и даже иногда кладбище как не кошмарно об этом думать теперь давайте подумаем что это получается в итоге если извлечь причем водным экстрактом то есть не устраивать какие-то дикие химические процедуры если извлечь этот сок то выяснится что у него интереснейший состав это в первую очередь немножко ароматики это фенольные полифенольные соединения это каротиноиды это расширенный большой набор витаминов и самое интересное что не так давно уже почему не так давно уже в тридцатых годах были первые серьезные по крайней мере в советском союзе исследования на эту тему так называемый полипренолы это слово сейчас и мы сильно подозреваем что станет одним из самых модных в применении пищевых добавок и вообще станет одним из самых модных потому что сколько не по меньшей мере лет сорок послевоенных по крайней мере лет исследователи занимаются полипренолами и не могут выяснить токсичность знаете существует некое предубеждение если это голосеменные если хвойные растения это очень далеко от человека это означает что в принципе возможны ситуации с достаточно скажем так неприятными активными был какой-то даже такой всплеск слова-слово канцерогенными токсичными и так далее веществами которые содержатся могут содержаться в хворе в коре и вообще слишком далека елка пихта лиственница слишком далеки от homo sapiens вдруг сейчас выясняется что еще похожего нет и более того полипренолы которые содержатся в мизерных количествах это очень длинно цепочечные так называемые принольные спирты и их не более получается 15 миллиграмм в той дозе которую мы сейчас с вами можем получать разово и вот эти полипренолы обладают невероятным спектром биологической активности про витамины я вам уже сказал я забыл вам сказать про хлорофилл потому что это зелень и это зелень очень активно позволяющая очень быстро и активно существовать в самом пихте то есть для этого нужна хлорофильная матрица хлорофильная матрица магний вокруг которого очень сложные достаточно сложные органические соединения и опять все-таки давайте о полипренолах что они могут начнем с того что мир потребляет сейчас весь мир вся планета потребляет сейчас в чистом виде выделенным виде экспериментов в виде каких-то отдельных продуктов потребляет не более 500 килограммов полипренолов это означает что огромное количество полипренола находится в натуральных продуктах из той же пихты ночью из лиственницы но из пихты лучше всего они там находятся в самом удобном легком растерянном в воде виде и вот получается что что собственно эти полипренолы могут именно в нативном виде не выделенные химически находящиеся в той природной комбинации некий водный сок хлорофилл полифенолы витамины немножко железа органического и полипренолы что они могут что за свойства давайте а них это то ради чего мы собственно будем потреблять пихтовидов невероятные антиоксидантные эффекты сопоставимы с самыми серьезными антиоксидантами которые сейчас сейчас нам известно невероятно иммунотропные эффекты это мягкое поддержание существующего иммунитета и иммунитета истощенного после тяжелых скажем воспалительных любых хронических истощающих или обменных заболеваний это стимуляция сосудистого тонуса это укрепление стенок сосудов это витаминоподобные эффекты причем я бы так сказал политопные то есть получается работают как много витаминов сразу достаточно этого для того чтобы применять более чем достаточно теперь давайте подумаем кому в этой ситуации можно применять полипренолы или в нашем случае сок или нашем случае продукт который называется у нас пихтовито разумеется всем разумеется всем взрослым потому что по-хорошему у него нет серьезных противопоказаний для применения скажем даже детям где даже подросткам но мы береженого бог бережет мы говорим о ситуации с 14 лет кому особенно необходимо мы сами с вами сказали хронические истощающие заболевания хронические обменные заболевания сахарный диабет ожирение ишемическая болезнь сердца атеросклероз что еще заболевания печени потому что есть невероятной красоты работа на печень укрепляющая и мембраны гепатоцитов укрепляющие и собственно говоря ферментативный ферментативную матрицу печеночную невероятно хорошо работа кому еще самый один из самых неприятных ситуаций для мужчин это кризис среднего возраста 38-42 когда у мужчин начинаются сосудистые гормональные девиации премиона паузу дам кому еще знаете удивительная вещь была лета как пять тому назад когда мы видели первые эффекты полипринола мы рассуждали о полипринолах хотя имели дело с соком пихты это конечно длительная командировка усталость истощение нарушение сна и несколько дней приема два раза в день вот примерно вот по кубику по кубическому сантиметру сока пихты сока иголок пихты знаете что феноменального во всей этой истории которую я сейчас вам рассказал я постарался быть максимально сжатым но феноменальность заключается в чем почему вот на всех бескрайних просторах нашей страны в первую очередь ну или тоже канады где пихты полно полно почему этого находилось где-то за пределами народной медицины на самом деле это не так коренные народы эпизодически занимались этой простенькой водной экстракцией просто никогда это не понимаете и в народной медицине и в так называемой неформальной медицине есть предубеждение есть зашоренность есть даже простите достаточно консервативная так называемая мода вот оно рядом это не воспринимается как действенное средство а чего бы то делать это надо я приведу еще один пример пример достаточно смешной хотя и очень грустный из истории нашей страны 30-е годы масса народа находится на местах заключения за тем же полярным кругом в той же Сибири невероятное количество цинги а витаминоза витамина С друзья мои это была не цинга это был комплекс проблем связанных с недоеданием с тяжелой работой и так далее это была не цинга в чистом виде это был вот этот вот набор и его по-хорошему если бы даже кто-то занялся бы выдачей поливитаминов в серьезных дозах он не добился бы ничего это то что происходит сейчас когда грузят витамином D а витамином D не работает а грузить витамином D нужно всех потому что огромное количество народа не видит солнца находясь в холодном и северных в холодных и северных сегментах нашей страны в частности так вот дикие и необузданные умы некоторых зеков в основном докторов медицинских и химических наук что собственно придумали они придумали отваривать хвою или настаивать ее иногда с применением спирта иногда с применением воды и настаивать вот этим отваром настоем пользовать большие массы народу для того чтобы во первых предотвратить вот эту так называемую цингу во вторых ее лечить ну заканчивается это обычно хорошо масса народа вернулись в свои институты их пытаясь даже потом возглавить потом называем эти фамилии но это некая история которая лишний раз показывает банальный находящийся рядом продукт может оказаться невероятно сильным невероятно важным и невероятно все самое главное полезным предотвращая некие сомнения некие вопросы говорим следующее первое этот водный экстракт не раздражает слизистую желудку а мог бы но не раздражает второе а с чем он комбинируется он комбинируется великолепно со всем потому что именно потому что это находится все в водном растворе и всасывается великолепно и работает опять же тоже великолепно как это ощущается субъективно я говорю уже на случай о себе потому что я это пробовал я очень долго был скептиком потому что мне со своей с эти самые травушка-муравушка еще и добавок хвоя все что стоять около новогодней елки и пытаться ее впитывать ее аромат и пытаться ее пожевывать ну это бред правда так вот выяснилось что эта штука работает и как она работает она невероятно хорошо работала в моем случае как профилактика сезонных ОРВИ любопытные правда и так пихтовита произведенная в России по заказу и берлик произведенная на экологически абсолютно чистых с очень серьезными параметрами исследовательскими аналитическими для того чтобы во-первых сырье было в порядке второе для того чтобы это сырье в итоге было получено выход из нее тот самый водный экстракт был получен максимум абсолютно чистым чтобы там не было балластных примесей чтобы не было каких-то примесей каких-то еще тех же самых смог этого всего там нет мы получили продукт который он хорош и он хорош сейчас говорю сам по себе и в серьезных разнообразных комбинациях я полагаю что на этом я сейчас закончу свое повествование и очень буду рад получить вопросы да смотрите прежде чем мы сейчас перейдем к вопросам которые успели прислать до эфира у меня есть прям немножечко комментариев по извините за тавтологию по вашим комментариям вы писали о том что видео квадратилось чаще всего это происходит из-за того что не очень хорошая связь у вас там где вы находитесь вот в записи я думаю что все будет хорошо и все начало которое вы пропустили из квадратиков вы сможете посмотреть потом в IGTV мы сохраним эфир обязательно если не будет никакого технического сбоя еще я вижу с нами франция франция бонжур да нам написали с нами поздоровались да еще пишут что очень здорово что появился такой продукт фаберлик вы надеетесь что не пропадет из каталога но пока таких планов нет он только появился я думаю что все с продуктом будет хорошо вот смотрите вижу что вы уже начали присылать вопросики александр вас просит немножечко погромче стараться говорить буду стараться да спасибо большое на вопросы на все тоже обязательно ответим на сейчас у нас там было буквально по моему пять вопросиков до эфира давайте их разберем быстренько а потом уже перейдем к тому о чем вы спрашиваете прямо сейчас будет будет ли данный продукт полезен лицам пожилого возраста можно ли его сочетать с прогумином я ответил предварительно этот вопрос но с удовольствием повторюсь не просто полезен а в высшей степени рекомендован я вообще снабдил бы этим флаконом скажем так любую дорожную сумку любого пожилого человека который куда бы то ни было едет ну и разумеется чтобы он стоял у него на полке в высшей степени полезно можно ли сочетать с прогумином крайне интересное сочетание потому что у прогумина есть эффекты немножечко похожие на эффекты эффекты пихтовиты но давайте так если рассматривать иммунную систему как очень сложный пазл то прогумин я бы сказал захватывает примерно треть очень большого количества ячеек пазла а этот пихтовита оставшиеся две трети это невероятное количество взаимодействия между ячейками пазла но в итоге мы получаем мы получаем очень знатную картину и очень интересную нужен ли нам иммуномодулятор у пожилых он нужен нам как воздух потому что это проблема которая на данный момент находится еще в самом самом начале изучения и крайне далеко от решения людям с гастритом изофагитом можно пихтовиту немедленно надо пробовать и смотреть раздражение вы не получите но гастрит и изофагит для нас всегда для любого из наших продуктов самого мягкого самого обволакивающего самого нейтрального это всегда некое событие мы с Полиной уже просто ну скажем мы же коллекционируем огромный набор ваших реакций и в этой коллекции темы изжоги или вздутия или чего-нибудь любых других нарушений пищеварения от любого из наших продуктов занимает почетное первое место понимаете в чем дело это реакция на новое согласитесь сок хвои пихты ну никак не является частью обычного рациона это то самое новое на что будет достаточно типовая реакция если противопоказания к применению таковые мне не известны хотя бы потому что я не нашел ничего похожего в огромном блоке которым сейчас исследование по соку пихты их невероятно много они почему я как бы рекомендовал бы у нас полная свобода слова полная свобода самостоятельного поиска все замечательно только вы утонете объясняю о чем идет речь это все закопано все в занятия любым хлорофиллом рядышком лиственница рядышком водоросли и много-много всего и у всего этого есть достаточно тяжело выучивать корректные выводы подчеркнутые или подкрепленные хорошая статистическая обработка и нам это удалось давно уже и поэтому как бы настоятельно рекомендую пытаться ну в некотором роде хотя бы доверять вашему покорному и Полине можно ли применять маме при кормлении грудью если ребенку полтора года нет маме не надо этого применять при кормлении грудью если ребенку ноль два три четыре друзья мои мы я не могу сейчас у меня нет никаких данных по поводу того какие компоненты и в каком количестве попадут в материнское молоко это невероятно специфическая тема есть несколько барьеров которые с любое вещество проходит или не проходит барьер первый это плацентарная то есть может попасть из материнской крови к эбриону плотику ребеночку второе это гематроцифорические то есть из крови может попасть в мост или не попадет никогда в мозг третий это попадание в материнское молоко синтез это ведь не просто синтез невероятно сложный процесс образования материнского молока что попадет что не попадет. И надо ли это? Ну давайте так, из классика лук-чеснок в процессе лактации и кормления бабушки, прабабушки наши с вами не рекомендовали. Я лечила не только о запахе молока, но еще о каких-то привкусах. Масса вещей, которые могут вызвать у ребенка невероятные проблемы, связанные с пищеварением, или с возбуждением, или с сонливостью и так далее. Пихтовита это все-таки набор достаточно сложный. Как мы уже сказали, перча это полипринолы, это полифенолы и это витаминные комплексы. Не будем рисковать. Сколько порций в продукте? 30 порций. Вообще, эта упаковка, которая у нас есть, этот флакон, идеален для приема в течение одного месяца. Сразу предвосхищаю вопросы. Пихтовиту можно принимать длинными курсами. Я, как всегда, как обычно, обязательно рекомендую выпить упаковку и сделать неделю перерыва, посмотреть на состояние без пихтовиты. Но и самое главное, конечно, оценить эффект. Я скажу, что получается эффект. Это касается в первую очередь прекрасных дам, потому что 9 десятых тех, кто потребляет сок пихты, потреблял, по крайней мере, в ранее проведенных исследованиях. И у нас это прекрасные дамы, это бодрость, другое дыхание. Подожди, я не знаю, почему другое. Это отсутствие вот этого кошмарного послеобеденного полусна. Это, конечно, бесспорная устойчивость к разнообразным факторам, как стрессогенам, так и факторам работы жизни, путешествия, смены воды и еды. Или, например, контакт, когда ты почти гарантированно словишь грипп или тот же аденовирус, и ты его не смеешь. Тут вдруг объясняется, что этот контакт проходит мимо тебя. То есть эти события видны, видны невооруженным глазом, что называется. Сколько порций в день применять? Повторяюсь, 20 капель или 1 мл надо развести либо в 100, либо в 200 мл жидкости. Это может быть вода или сок. Сок не инактивирует ничего. Сладкие жидкости, в первую очередь, соки, ничего не инактивируют, они не связывают ничего. Из компонентов пихтовиды принимать 1-2 раза в день за 10-20 минут до еды. И первые разы я рекомендую, хотя вы знаете, достаточно всего-таки того самого одного раза. Этого вполне достаточно. Потому что в ситуациях, когда люди принимали по 2 раза, я, честно говоря, не видел большой разницы между приемом в 1 раз и приемом в 2 раза. Пока это вопросы, которые я получил до эфира. А сейчас буду рад ответить на ваши поступившие сейчас вопросы. Да, и они у нас есть. Ну, первый вопрос был, извините, про противопоказания. Противопоказания мы на него уже ответили. Но на всякий случай, еще раз я повторю, что противопоказаний, по крайней мере, выявленных пока нет. Может быть, индивидуальная реакция на крайне маловероятно, но возможно. Но в целом, как бы, все нормально. Про длительность приема мы тоже сказали. Можно ли детям? Я рекомендовал бы, все-таки, начиная с 14 лет. Потому что я не очень понимаю, сейчас, по крайней мере, на фоне того, что мы сейчас, то, что есть сейчас в нашей обойме, в нашем арсенале, что делать пихтовить для детей, пока непонятно. Да, Сочи, вам тоже привет. И спрашивают нас, можно ли сочетать с Доброгеном. Бесспорно. Давайте вообще впредь. Я в Ульмон Сочи буду еще отвечать еще раз про Доброген. Доброген сочетается практически со всем. Доброген – это, ну, это один из, назовем это так, это один из краеугольных камней нашей белково-формирующей диеты. Угу. Спасибо. Можно ли тем, у кого есть аутоиммунные заболевания? Без каких бы то ни было проблем. Просто аутоиммунные заболевания, еще раз повторяю, это такой космос, нужно разбираться, о чем идет речь. Я всегда в этих ситуациях побаиваюсь, во-первых, выявленных, поздно выявленных пищевых аллергий. И пихтовита, как любой достаточно сложный комплекс, может оказаться источником пищевой аллергии. Так, можно ли в одном стакане воды принимать пихтовиту и прогумин, или лучше все-таки по отдельности? Всегда, в этих ситуациях всегда все по отдельности. Продолжительность приема, какой курс, мы уже ответили тоже на этот вопросик, но на всякий случай еще раз повторю, что в принципе продолжительность приема не ограничена. Но после первого месяца рекомендовано сделать перерыв на недельку, чтобы просто посмотреть, как ваш организм реагирует на новый продукт. Если все нормально, можете совершенно спокойно продолжать. Так, продолжение вопросов про сочетание пихтовита с прогумином. Если принимать в один прием, то можно сразу, ну один за одним, или сначала одно выпить, а минут через 30 другое. Идеальный вариант вы сами выбрали, это с перерывом в полчаса примерно. До 42 дня после первой прививки вы имеете в виду вакцинацию от ковид, или что, уточните, пожалуйста. Да, до 42 дня после первой прививки можно ли? Мы не очень поняли вопрос, если можете, если вы с нами еще, то напишите, пожалуйста, уточнение. Я слышала, что пихтовита может восстанавливать гормональный фон, правда ли это? Один из эффектов пихтовита, если мы с вами говорим о женщине, в первую очередь, потому что обычная дисгормоноза, которую мы обсуждаем, это обычно проблема женского здоровья или проблемы гипоталамус, глипофиз, щитовидка, яичники. То есть это проблемы, которые на самом деле нуждаются в очень серьезной диагностике. Да, пихтовита объективно полезна. Это эффекты, которые я наблюдал примерно лет 5 тому назад, причем в клинике, в клинике женской эндокринологии. Окей. Есть ли на рынке какие-то аналоги этого продукта? Давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос, потому что вы поймите, аналоги при желании можно найти всегда. Вот. Другой вопрос, что, да, другой вопрос, что все равно немножечко все продукты друг от друга отличаются. Вопрос, для каких целей вам это нужно? А мы о конкурентах говорить не можем. Ну, сом. Я дополню, я дополню, Полина, я дополню. Да, конечно. Я дополню. За пихтовиту мы спокойны, в первую очередь, потому, как я уже сказал, ранее, потому что мы спокойны за сырье. Это раз. И второе, мы спокойны за технологию. Понимаете, у тех, кто ваяет подобные продукты, давайте сразу назовем, нескольких сам, нет, мы говорим об областях. Это водоросли, это некоторые другие виды растительного сырья, это те же фитогормоны, это та же брокколи, тоже зеленый чай. Понимаете, всегда есть соблазн сделать это сильно дешевле, то есть устроить игры с себестоимостью. Я никогда не буду спокоен за продукт на рынке, который я пытаюсь выбрать, если у меня не будет детальнейшая информация, откуда я это беру. За пихтовиту мы спокойны, и я уверяю, она была подвергнута серьезнейшим предварительным исследованиям для того, чтобы осуществить корректные выборы. Может ли пихтовито избавить от головной боли? Ничего себе вопрос. Головная боль имеет по самому предварительному в ряду около 500 причин возникновения, но если мы с вами говорим о головной боли усталости, если мы говорим о классической женской головной боли середины-конца дня... А если мигрени? А вот если мигрени, мигрени это еще большая загадка, чем была. Есть специальный класс антимигренозных противоболевых продуктов, но пробовать необходимо, потому что неожиданно можно получить колоссальный положительный эффект. Вот знаете, пожалуй, да, у меня было несколько случаев. Дамы 50+, с 20-летней историей мигрени, или даже чуть ли пожизненной историей мигрени, где это работало? Можно ли во время беременности? Мы тоже уже ответили на этот вопрос. Нет, не надо, пожалуйста, ни во время беременности, ни во время лактации. Неизвестно, как это может отразиться реально на вашем ребеночке, и какие реакции вызвать у него. Так, до еды, на завтрак, обед или ужин, когда лучше принимать? Мне нравится тема завтрака, потому что это формирует, когда она всасывается, это формирует 12 вот этого прямого, быстрого и немедленного эффекта. Причем этот эффект, обратите внимание, это ведь не стимулятор. Это, боже упаси, не какие-то, скажем, классические стимуляторы нейротропные. В прямом виде этого нет. Но эффект бодрости, эффект, что называется, чистой головы ясный, эффект отсутствия вот этих каких-то тяжестей в голове, в головокружении и так далее, вот он прослеживается. Так, вы спрашиваете о стоимости продукта. 479 рублей он стоит. Насколько хватает флакончик? Смотрите, если вы используете раз в день, то на месяц хватит. Там 30 порций. Если используете два раза в день, хотя мы говорили о том, что, в общем-то, эффект будет не сильно заметнее, чем от одного раза, то хватит на полмесяца, соответственно. Так, трехлетний сын любит велнос. Значит, нельзя. Ну, пихтовиту не надо, а вот, в принципе, на три годика это рановато. Вы лучше бы с четыреха мы начинали давать там по половинке порции коктейля, там, или супа, или батончика. Их можно. И омегу-3,6,9 тоже можно. Больше ничего маленьким деткам мы не рекомендуем. Так, 10 дней принимаю пихтовиту один раз в день. Подтверждаю все, что перечислил Александр по положительному влиянию на организм получил. Надо же, какой у вас быстрый эффект, здорово. Какое счастье, что мои показания есть, у меня есть свидетели. Да, вот, уточняют по поводу прививки. Да, вопрос был про прививку от ковида. Когда можно, ну, начинать принимать пихтовиту? Вообще, как-то это связано ли? И можно ли после второй прививки от ковида? И немедленно эти вещи. Более того, я бы честно, откровенно, любую прививку из тех, что уже производится, даже из тех, что еще и будут производиться, я комбинировал бы с агрессией, с агрессивным приемом наших продуктов. Это касается всего нашего спектра. В первую очередь, это белково-содержащие продукты. Во вторую очередь, травяные сборы. И, безусловно, если мы сейчас говорим о прогумении и о пихтовите, я бы рекомендовал это принимать интенсивно. Прививке надо помогать. Прививка – это всего-навсего триггерный толчок. Причем, этот толчок в ситуации, когда мы не знаем, по-хорошему ни вы, ни я, ни великие ваши исследователи, которые у вас будут исследователями, исследовать организм, например, то, что сейчас никто не делает перед прививками, никто не обследуется, разумеется. Вот это надо делать. И для того, чтобы, если этого не делать, давайте подушку безопасности устроим. Из того, что мы вам рекомендуем. Белково-содержащие – это ряд травяных сборов, это омега, это наши антиоксиданты, и, в том числе, разумеется, пикпориды. Так, если принимать одновременно Доброген, Анжелакс и Прогумин, то как их распределить по суткам? Вы знаете, в любой последовательности, но я предложил бы так... Нет, не принципиально, только поставьте их немножечко все-таки развести по времени, чтобы между ними были хотя бы полчаса-часа. Друзья, пикпориды производятся в России, в городе Томске. Так, это вот вы тоже спрашиваете. Можно я дополню? Томичи, они невероятного уровня в хорошем смысле научных амбиций и хорошего уровня специалистов. И то, что Томичи, коллеги, которые там живут и работают и в НИИ, и за пределами – это высочайшая репутация. Это, знаете, такая силиконовая долина природных продуктов России. Это здорово. Да, смотрите, я вижу ваш комментарий относительно нашего ведущего, но вы просто сама тактичность. Спасибо вам большое. Так, кормящий маму, можно ли велнес-коктейли пить? Да, если нет индивидуальных реакций у вас никаких, то можно, конечно. Это мы разрешаем, но только аккуратно. Да, мы вас прощаем, но просто как бы, да. Вот, так, у нас еще была пара вопросов, я видела во вкладочке. А, вот, спрашивают, почему особенно важно принимать пихтовиду при ожирении? Пихтовида является косвенным стимулятором обмена веществ. Она косвенным образом, благодаря своему антиоксидантному параметру, благодаря своим эффектам на сосудистую стенку, она занимается тем, что она, что называется, разгоняет обмен в генерализованном, в общем, в организменном смысле. Поэтому при ожирении пихтовида безумно хороша. Она хороша именно в комбинации. Из достаточно непростого набора, вы прекрасно понимаете, одной пихтовидой справиться с ожирением не получится. Но устроить сосудом профилактику проблем, нам это очень даже будет хорошо. Так, неожиданный вопрос не про пихтовид. Это у нас с вами. Как применять последние, вот, новенькие наши сборы травяные, противовоспалительные и тонизирующие, которые оливы и энерджи? Как их применять? Мы об этом достаточно мощно излагали. Ну, на самом деле, да, я сейчас немножко выручу Александра, потому что всё-таки мы готовились к эфиру по пихтовиде. Во-первых, это всё есть у нас на страничке. Мы размещали посты, причём относительно недавно. А во-вторых, у нас, в общем-то, будет прямой эфир отдельно, и про эти сборы вы потерпите чуть-чуть, мы вам там всё про них детально расскажем. Так, дальше смотрю, что нам прислали ещё. Никак не могла выйти из состояния болезни. На второй день после применения пихтовид и прогумина состояние улучшилось, побежала работать. Ну, слушайте, здорово, что вас это так быстро всё поднимает. Мы рады, что продукты работают, правда. Вы знаете, можно я немножечко, так сказать, прохлады добавлю в эту высокую смысл хорошую индивидуальную реакцию? Во-первых, осторожнее, потому что выбежать, скажем так, слишком форсированно выбежать на работу после некой болезни – это не очень хорошо. Но я хотел сразу обратить ваше внимание. Обратите внимание на то, какая скорость развития персональных, индивидуальных реакций. То есть, это ведь, понимаете, организм ведь не обманешь в этом смысле, это ведь не плацебо. Это просто настолько большое количество мишеней у этого колоссального набора. Можно перечислять невероятно долго, несколько сот клеток или рецепторных мишеней, как у пихтовида, так и у прогумина. Поэтому мы получаем в данном случае абсолютное слияние, абсолютную синергию эффектов. Да, Ольга, вы, мне кажется, немножечко не понимаете, что Александр, например, не может знать ответы на все вопросы, которые вы пытаетесь нам задать. По поводу производства пихтовиты. По поводу, точнее, завода-производителя пихтовиты. Дело в том, что всё-таки мы можем говорить, наверное, о составе продукта, о каких-то эффектах, которые он оказывает на организм, о его сочетании с другими продуктами нашей линейки. Этот вопрос, наверное, лучше вам адресовать в обратную связь, вам там подскажут, помогут. Что делают травяные сборы, которые детоксы очищающие? Ну, давайте напомним, расспрашивают. У нас есть детокс-морнинг и детокс-ивнинг. Если вы обратили внимание, а если посмотрите составы, они достаточно серьёзно отличаются друг от друга. Эти детоксы нам нужны просто потому, что нам эти два, это две модели освобождения от токсина. В первую очередь, это форсированное выделение желчи, форсированное выделение кишечным содержимым. И второе, это немножечко форсированный диурез. Чуть-чуть, не очень сильно, но он происходит. И тот, и другой, оба детокса, интересны тем, что они достаточно сильно отличаются друг от друга по составу и по модели. Почему? У нас в одном виде должен быть первая половина дня, она должна происходить по одной модели, вторая половина дня совершенно по-другому. Это приспособление к циркадным ритмам. Поэтому мы, на самом деле, эта модель, когда мы делаем два детокса вместо одного в течение суток, она сейчас уже широко принята, она хорошо известна учёным. Только беда заключается в том, что у медиков, использующих лекарства как таковые, практически нет вариантов. У них нет ни моделей, ни дозировок, ни, самое главное, комбинации лекарственных веществ, подчёркиваю, лекарственных веществ, которые могут себе такое позволить. Мы можем, просто комбинируя природные фитокомпоненты. Ну и вы доспрашиваете, тоже предназначаются ли они для похудения или нет. Ну, прямого эффекта такого нет. Да, это косвенный, это один из. Но я добавил бы, без спорта, в любой набор, если есть целевая тема, связанная с похудением, я добавил бы пихтовит. Так, артикул пихтовита, да, конечно, можно. 15,735 он. Вы знаете, популярный вопрос сегодня, процент полипринола в пихтовите. Ну, не уверена, что мы знаем, да. Да, разумеется, в технической документации это есть. Я на вашем месте задал этот вопрос немножко по-другому. А именно доза полипринола в пихтовите, пиковая доза, которая у нас существует и может быть достигнута при современной технологии, это 15 миллиграмм. Так, по поводу пихтовита, это пищевой продукт, это не БАД. Вот, мы уже, да, действительно говорили, как вам в комментариях тоже ответили, что БАДов у нас в линейке нет, у нас есть именно пищевые продукты. Так, нам желают здоровья и побольше вкусных мультивитаминных чаев. Да, спасибо. Прогумин для уменьшения холестерина в сосудах и совместно с лекарственными препаратами от холестерина можно ли? Можно и должно. Просто всегда в этой ситуации я рекомендовал бы, как бы это сказать. Коллеги, лекарственные препараты для снижения уровня холестерина, это очень популярная тема, их очень много. И примерно раз в три года пересматриваются взгляды на них, стоящие сюда наоборот. Я их невероятно не люблю. У меня есть несколько любимых препаратов, которые снижают холестерин, не имеющих никакого отношения к формальным статинам и лекарственным препаратам. Поэтому в данном случае я плохой советчик, не участвую. Прогумин, омега, кардио, препараты нейротропные наши, то есть не препараты, а наши эти стрессовые и так далее, в комбинации с некоторыми изменениями образа жизни могут оказать в комбинации с нашими, в комбинации с витамином ПП. Некотиновой кислотой обладают эффектом, который в высшей степени сопоставим с серьезным статином. Это гораздо интереснее. На мой взгляд, в данном случае я глубоко субъективен. Обожаю слушать ваши эфиры, все ясно и понятно. Спасибо, да, нам тоже приятно, что мы помогаем. Так, да, и еще нам пишут эфиры интересные. Александр, ну это ваша заслуга. Спасибо. Так, можно ли применять пихтовиду при желчекаменной болезни? Да, безусловно, без проблем. Пихтовид не обладает форсированным желчегонным эффектом, поэтому это можно. Еще раз повторяю, желчекаменная болезнь, как мы с вами, понимаете, у нас нет с вами задачи заниматься взаимным своим просветом. Я, конечно, на это не рискну. Это порочная практика, ужасно. Не существует как таковой желчекаменной болезни, она есть всегда глубоко индивидуализированная. Нету двух сходных, даже одинаковых больных с желчекаменной болезнью или с коллилитиазмом, или с калькулезным холециститом, или со всем этим вместе с панкреатитом. Друзья мои, это всегда работа вашего наблюдающего гастролога, а лучше вместе с лироком. И продолжение вопроса о при отсутствии желчного. Я... Все то же самое, да. Все то же самое, да. Ой, вы знаете, вы как раз задаете такие общие вопросы, нам просто спрашивают, что использовать при трофических язвах. Но, наверное, это все-таки надо обратиться к врачу с тем, чтобы как-то это решить. Полина, я абсолютно права, я сейчас говорю, если разговариваете о трофических язвах, это примерно неделю надо говорить о том, как откуда. Какие они бывают? И, соответственно, вариации, что при них использовать, то же самое. Да, и точно так же мы не очень готовы рекомендовать вам какие-то продукты, потому что, ну, это достаточно серьезная история, и здесь нужно обязательно все принимать и вообще как-то обсуждать то, что вы принимаете, и как пытаетесь лечиться, это именно с врачом, это... Более того, это одна из самых... Да, не наша компетенция. Бесспорно, мы никогда не возьмемся, это будет, а, непрофессионально, а, абсолютно аморально заниматься рекомендациями общего характера, связанными с подобной серьезной ситуацией. Так, да, еще раз нас благодарят за информацию, за ответы, все очень ясно и понятно, спасибо огромное. Какие препараты из нашей линейки вообще можно использовать при суставных болезнях? Что может облегчить состояние? Вы знаете, надо крепенько подумать. Вообще, у нас появилась сейчас идея создать такой, давайте так, суставная тема, она очень актуальна, ее очень много. Надо, я попытаюсь, по крайней мере, сделать один, два, три варианта, связанных, например, с суставными, суставные проблемы по возрастным группам для начала, что из наших продуктов хорошо и весело. Разумеется, когда мы говорим, в какой стадии находится суставная болезнь, есть ли острое воспаление, или воспаление было леченным, и что вообще происходит, есть ли болевые синдромы, или есть просто скованности, что есть собственное. Вы знаете, мы в последнее время сталкиваемся еще с ситуациями, когда суставные проблемы случаются у тех, кто занимается интенсивным спортом. Это отдельная тематика. То есть мы сейчас вот в режиме импровизации, я отвечать не хочу, но попытаемся ответить на это подробно потом. Принимала пифтовиту по 20 капель один раз в день, через 15 дней закончилась, на упаковке написано 30 порций. Знаете, это какая-то немножко странная история, может быть, вы не замечали, а перекапывали просто чуть-чуть ее, так что она у вас быстрее закончилась. Вообще не должно быть такого, странно. Да, это да. Там есть дозатор, который в этой ситуации, эти 20 капель, должны быть абсолютно идентичны 1 мм. Я, конечно, люблю шприц, но... Ну, пипетка тоже неплохо. Ой, вы знаете, вы тоже сейчас задаете такой вопрос, очень опасный. Я, конечно, его прочитаю, Александр ответит. Знакомые сказали, что у нее гормональное нарушение, поэтому она не сможет иметь детей. Хотела спросить, поможет ли пифтовита в таком случае. Друзья мои, ну так, простите, но... Понимаете, просто вы поймите, это не... Ну, мы не Господь-Бог, да, мы не можем такие вопросы, к сожалению, решать. Может помочь, может не помочь. Иногда, понимаете, иногда помогают гормоны в таких случаях, да, гормональное лечение иногда не помогает. Тут сами врачи-то не всегда уверены, которые профильные врачи. Пифтовита вряд ли будет панацея от бесплодия, к сожалению. И давайте еще один момент, Полина полностью согласна с тем, что... Вообще, Полина коснулась только, ну, скажем так, верхушки айсберга. Давайте я скажу абсолютно точно. У нас нет задачи быть знахарями. Тем более знахарями в режиме ваш написанный вопрос, наш устный ответ. Это страшная ошибка тех, кто этим занимается. Этим, к сожалению, масса народу занимается. У нас нет такой привычки, и давайте мы этим заниматься не будем. У нас есть целые каналы федеральные, которые этим занимаются. Мы не доктор Кашпировский, да? Нет, 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 мы даже не другие доктора. Так, какой коктейль вы предлагаете для кормящих мам? Мы говорим о wellness-коктейлях, не о скульпте ни в коем случае. Скульпте – это спортивное питание. Именно коктейльчики Faberlic Wellness – это хорошая история, достаточно белковая, поддерживающая. Если, опять же, еще раз повторюсь, нет индивидуальных противопоказаний. Плюс у нас там теперь большой выбор. Было раньше пять вкусов коктейлей, теперь их восемь. У нас добавились и бананы, и кофе, и яблочные штруди. Это скоро будет еще и веганская линейка. Так что, в общем-то, не соскучитесь с ними, вам их точно хватит. Я даже добавлю кое-что. Я недавно стал жертвовать наших собственных коктейлей. Я с наслаждением неделю питался в форсированном режиме нашими коктейлями. Пробовал разные вкусы просто на себе. Сейчас объясню, почему. Ну, так получилось, что пришлось восстанавливать потерянные белки. Такое, ну, из-за болезни такое вышло. Должен вам сказать, что вкус имеет серьезное совершенно значение. И по восприятию, и вообще настроение немножко меняется. То есть, ты попал во вкус, все становится очень хорошо. Но я был, я, честно говоря, до этого не все пробовал. Я был приятно удивлен тому, что натворили наши эти мастера по созданию вот этого аромата вкусового облака. Это нечто удивительное. Не, ну, коктейли, правда, очень вкусные. Да, Алла, спасибо большое. Нам тоже очень приятно, что эфиры для вас полезны. Так, еще спрашивают, можно ли принимать пихтовиду при синдроме Жильбера? Разумеется, да. Потому что при синдроме Жильбера можно почти все. Только я всегда, когда я считаю синдроме Жильбера, ужасно хочу видеть полноценное обследование. Потому что, возможно, сюрпризы. Я достаточно много видел этих пациентов. И, возможно, сюрпризы. Можно ли применять пихтовиду при железодефицитной анемии? Безусловно, да. Только это как один из компонентов Жильбера. Железодефицитной анемии надо бороться, исходя из причины ее возникновения. Они могут быть достаточно разными. Так, сочетание пихтовиды препаратов от эпилепсии. Есть ли противопоказания? Ни малейших. Потому что мы не видим в том, что делает пихтовиды, никакой эпилептогенной темы. То есть провоцирование содержанных состояний или приступов и так далее, разумеется, нет. Так, во время лактации пихтовиду и паргумин принимать нельзя. Мы уже об этом тоже говорили. Что еще из наших продуктов показано для компенсации железодефицитной анемии? В данный момент я не сказал бы, что мы... Еще раз повторяю, железодефицитной анемии, ей надо заниматься как состоянием серьезным, в требующем фармакологического вмешательства. Мы можем быть чрезвычайно хороши в качестве поддержки. Это, в первую очередь, коктейль Велос, в первую очередь. Это немножечко детокса. Это приведение в порядок слизистой желудочекишечного тракта, но это очень общие разговоры. Поэтому давайте так, вначале диагноз, потом разговор. Так, записи прямых эфиров лежат у нас в Инстаграм ТВ. Это есть такая вкладочка на страничке группы. И там, в том числе, есть эфир про паргумин в прошлой неделе. Да, по поводу суставов нам пишут, что это было бы очень здорово, если бы мы сделали такой разбор. Но, видимо, придется делать. Но работка, доложу я вам. Да, не обещаем вам в марте, но постараемся, конечно, да. Хотите маленькую деталь по поводу этого? Никакой матрицы нет ни в сети, ни в публикациях, ни в артрологии. Ее просто нет. И вам придется делать ее самим. Так, продолжаем разговор. Можно ли начать сразу с коктейлей без программы подхода к похудению? Смотрите, вы задаете вопрос. На самом деле, очень интересно, очень популярно. Я постараюсь вам на него ответить. Александр, если что, меня дополнит. Дело в том, что коктейли не являются ключом к вашей стройности. Они очень хорошие под спорьи, поскольку они имеют высокий процент белка в содержании, 53% в порции получается. И при этом низкую калорийность. Если вы делаете, например, на воде, то там калорийность одной порции всего 98 калорий получается. И если вы заменяете коктейлем ужин, то получается, что вы на ночь не наедаетесь, при том, что вы сыты. И при этом вы ложитесь на легкий желудок. И, естественно, во сне организм, он этот белок перерабатывает и таким образом худеет. Но если вы проснетесь и нагрузите организм, не знаю, сахаром, тортами, пирожными, колбасами, жирным мясом каким-нибудь, картошкой в огромных количествах, хлебом каким-нибудь, то эффект от коктейля будет незначительный, если в течение дня вы за рационом не следите. Поэтому в любом случае хорошо это когда углеводный завтрак, когда достаточно плотный обед, есть какой-то перекус в виде там батончика или может быть мюсли, ну батончики медопротеиновые, да, тот же Wellness, например, или мюсли, или орешки, или какие-нибудь сухофрукты, вот, и на ужин коктейль. Тогда это, скорее всего, будет работать, если есть еще физическая нагрузка, вообще замечательно. Если один коктейль, и вы будете думать, что чудесным образом вы похудеете, нет, к сожалению, это так не работает, нам бы, конечно, тоже хотелось, но, увы, чудес не бывает. Так, при зобе можно ли пить наши коктейли? Щитовидки нет. Без проблем. Пихтовиду при ГВ нет, нельзя. Секрет Востока правда помогает от гормональных нарушений, это утверждение, вот, наверное, хотя, возможный вопрос. Короче говоря, написано на упаковке, что помогают, правда ли, ну да, это иммуномодулирующее средство. Это средство, о котором мы уже говорили с восторгом, почему, с нашим собственным восторгом. Мы можем отранслировать, если вам мало наших восторгов, мы можем отранслировать восторги исследователей. Хотя бы уже потому, что, когда мы сделали Секрет Востока, мы соединили три направления. Мы устроили синергию, которую, честно говоря, я не помню аналогов на рынке. Не только на рынке, но и в медицинской среде. Это касается, в первую очередь, Востока, такового, мусульманского Востока, это касается Дальнего Востока. Мы получили эффекты, которые, ну, я полагаю, близки к слову, уникальные. Так, супы, да, будут новые вкусы, обязательно чуть попозже вы все увидите на страничке, мы обязательно сделаем анонс. Продукты уже, да, готовятся к реализации. Можно ли пихтовиды добавлять в чай или кофе? Я бы не стал этого делать. Сейчас объясню, почему. Чай и кофе, там достаточно веществ, которые могут впасть в соединение. Даже если будет соединение нестойкое, это никому не нужно. Так, у нас еще вопрос, какова она на вкус. Вероятно, это все-таки пихтовиде. Я бы не сказал, что это особенное. Там, естественно, есть растительный вкус, но ничего особенного. Но он не особенно заметный, да, и такой мягкий очень. Так, Александр, нас опять благодарят за полезный эфир. Боже, вы сегодня такие милые. Правда, спасибо, нам очень приятно. И благодаря за то, что вы делитесь своими знаниями о здоровье. Вот, друзья, на этом, на самом деле, у нас все вопросики закончились на сегодня. И у нас потихонечку уже подходит к концу тоже время эфира. Поэтому мы будем с вами прощаться. У нас обязательно он будет в IGTV лежать. Вы сможете его посмотреть в любое удобное время. И через неделю с вами увидимся. Вот, всем пока. Пока.